Ну, мне кажется, я себе подпортила вчера карму просто. Хорошо, давай-давай-давай-давай-давай. Рыбка на пару с картошечкой. Ну-ка тяни ручку, подставь сюда ручку. Что, испугался? Ну что, мои хорошие, я в попыхах собираюсь. Значит, вот здесь, здесь логика. Блин, какая-то фигня происходит. С самого начала влога. Сегодня мы впервые идем на занятия по самообороне. Дэнни идет. Идет. Идет, да. Сейчас что-то, блин, я собиралась снимать на свою камеру. Кто не знает, на вот такую камеру я всегда снимаю. И что-то она не читает мою карту сейчас. Наверное, нужно ее отформатировать. Я начала снимать на телефон, так как решила уже начать снимать для вас видео. Времени у нас полчаса, 35 минут. Нам нужно доехать до места. Потом мы поедем в торговый центр, кое-что надо забрать. И еще мне нужно заехать в ленту, потому что у меня дома вообще просто пустой холодильник. Благо ребенку есть что есть. А мне надо все готовить. Ну, короче, нету быстрых продуктов, которые, знаете, там бутербродик сделал быстренько, что-то намешал. Творог хочу взять еще, чтобы сырники там поделать такое. Вот, короче, мясо еще надо взять, чтобы было всегда. Короче говоря, едем. И вообще, я сегодня какая-то злая, всталая. Что-то меня с утра разозлили. Все вокруг, видео не выходит в срок. Вообще, меня очень легко разозлить, когда видео не выходит в срок. Когда у меня нет денег. И когда все идет не по плану. Вот, прям вот если я запланировала, знаете, вот это, вот это, вот это сделать. Особенно, что касается того, что приводит к тому, чтобы были деньги. Ну, понимаете, да? И если вдруг эти планы рушатся, вообще все связано с деньгами. Вообще, мне очень легко поднять настроение, дайте мне денег. И очень легко мне его испортить. Заберите у меня деньги. Вот, но я быстро приспосабливаюсь, я быстро привыкаю к обстоятельствам. Но, тем не менее, я могу злиться. И вот сегодня такой день. Все, выезжаем. Молодцы, ребятки, молодцы, отлично. Пойдем быстро, руки поможешь? Еще раз, поближе. Денька, поближе. Хорошо, давай, 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 давай. Хорошо. Сейчас, подходи поближе. Да, 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 да. Денька, молодец. Владик, дисциплину нарушаешь. Отлично, отлично. Вот, молодец, Денни очень хорошо. Ну что, Денечку похвалили. Денечка так хорошо занимался. Сказали, что у него очень хорошая ловкость на, вот, ловит мяч. Реакция очень хорошая у него. Что-то еще, блин, я все-все в эмоциях рада, потому что он сначала не хотел, на самом деле, заниматься. Я уже такая, блин, расстроилась даже. Прям, нет, не пойду, и все, нет, не хочу ничего делать. А потом, вроде, ребята все начали делать, и он начал тоже повторять, вот, и вроде все, с тренером коннект нашли, и выполнял задания очень хорошо, вот, и молодец. В общем, 45 минут он позанимался, прямо, видимо, немного даже устал, вот, вышел, и уже все, ну, вот, как бы, ну, и тренер сказал, что 45 минут для начала очень хорошо, он все очень хорошо выполнял. А, еще он сказал, что у него очень крепкие и сильные руки, вот, да? Силач ты его, мама? Да. Поцелуй. Скажи, я силач. И силач. Я силач. И силач. И мужик. И мужик. Скажи, я мужик. И мужик. Вот такой. Ах, ты сильный. 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 В общем, мы берем абонемент, будем ходить, и у нас получается абонемент по самообороне и абонемент по развивашкам, вот, и еще потом мы еще на дополнительный пойдем, и еще каждые выходные мы ходим, там все время разные какие-то интересные, вот, будет интерактивная сказка, там будет 60 грамм, 60 грамм, 60 килограмм гречки, там будут разные звуки, мне само это интересно, мы с Денькой вместе, вот, идем. Все, сейчас идем в торговый центр, куплю у Деньки блинчик, да? Блинчик. Кто-то бросил блинчик, вот, и все, еще там кое-что надо забрать. Смотрите, помните, где был раньше каток? Здесь больше нет катка. Здесь столы и стулья. То, блин, ограничивают, представляете? Блин, у нас что, нет катка, реально? То ограничивают. Ну, помните, так мы сидели и смотрели, как катаются люди. Так вот, я к тому-то ограничиваю, что вообще сидеть нельзя, на парковке еду забирали, то теперь вот все открыли и еще дополнительно вот открыли. Может, чтобы дистанция была из-за этого. Блин, представляете, там парк открылся уже, музыка, красота, огоньки, я хотела пойти посмотреть, но я раздетая. Я сейчас прошлась просто от входа до машины, Денька у меня одетая, ему хорошо, а у меня ничего нет вообще набросить. Поэтому, к сожалению, сейчас в парк не пойдем смотреть, но я думаю, мы здесь на днях будем. Я обязательно сниму. Ну что, мои хорошие, я пришла домой, я уже все поубирала, повытирала, поставила. Пять минут вот осталось, да? Да. Это у меня здесь будет рыбка на пару. Ой, кстати, можно было бы и проверить. Рыбка на пару с картошечкой. Смотрите, какой дозатор у меня есть. Только сегодня получила. Давно хотела такую, знаете, штуку сенсорную, чтобы и Деньке было удобно пользоваться, и мне, и чтобы она была красивая, симпатичная. Сейчас достану, покажу, какая внутри. Достала. Смотрите, удивлена, что здесь внутри уже есть жидкость. Я, честно говоря, думала, что она без жидкости, а она уже с жидкостью. Вы представляете? Упакована все так аккуратненько в пакетиках, хорошо. Крышечка есть, если что. Крышечка. Сейчас я открою, соединю, покажу вам. Она такая маленькая, оказывается. Это вообще классно, потому что я не люблю громоздких вещей. Посмотрите, какая классная вещица, вообще, как она стильно выглядит. О, балденно вообще. Сейчас я засуну сюда батарейки. Здесь у нас батарейки в комплект, по-моему, не входят. Я взяла вот батарейки. Сейчас открою, засуну и посмотрим, как она работает. Так, я использую батарейки АА, три штуки. Очень легко все вставляется, засовывается. Я даже с длинными ногтями все это легко делаю. Ну и что теперь? Так, все поставила. Давайте посмотрим теперь, как эта вещица работает. Я подставляю руку. Вот, определенное количество выдавилось нам. Светодиодный тут сигнал был. Ну, соответственно, если нам нужно еще, мы два раза подставляем. Если нам нужно третий. О, смотрите, даже если снизу, не обязательно под самый этот подставлять. Можно чуть-чуть снизу. О, очень мягкая консистенция, невероятный классный аромат вообще. Мне очень нравится. Прям можно вымыть и руки, и тело, мне кажется, все можно вымыть одной этой дозой. Мне почему-то кажется, что здесь очень хороший расход, ну, в плане, что мне надолго хватит вот этого средства. Кстати, здесь жидкость не простая какая-то, да, здесь антибактериальная и увлажняющая, очень хорошо увлажняет. Жидкость эту можно поменять, очень легко просто развернуть и залить что-то другое. По качеству я вам скажу, что дозатор очень хороший. Это с того же сайта, где я заказывала мой любимый, просто незаменимый пылесос, который я очень обожаю. Он реально очень крутого качества. И вот здесь такой же дозатор у них продается. Пена густая, хорошая, все очень быстро. Поэтому я считаю, что это очень крутой продукт. И если кто-то любит, размер у него компактный, смотрите, какой он не тяжелый. Реально очень красиво, гармонично вписывается сюда. У него высота 173 мм, а ширина, по-моему, 71 или 73. Ну, я ссылку оставлю под видео, можете зайти подробно еще о нем почитать. Реально классная, качественная вещица. Я давно такую хотела, теперь у меня есть, и я счастлива. Ну-ка тяни ручку, подставь сюда ручку. Что, испугался? Смотри, это чтобы мыть. Вот, моешь ручки теперь, понял? Включай водичку. Включай водичку. Нет, водичку. Это вот уже не сенсорный тебе. Включаем водичку. Ну давай. Смотри, смываем. Попробуй еще. Нет. Не бойся, смотри. Оп, на. Вот. А понюхай, как пахнет. Очень вкусно пахнет. Кстати, в дальнейшем жидкость для смены вы можете приобрести также на сайте. Сейчас этот дозатор можно взять с очень хорошей скидкой. Все подробности под видео. Так, ну что, запустила я посудомоечку. Как раз я не люблю после пароварки мыть мультиварку. Все туда закинула и посуду, которая за целый день насобиралась. Сейчас у меня будет картошечка. И здесь у меня кусочек слабо... Как это? Слабо, господи. Лосось вся она на пару у меня, но здесь у меня охлажденка, а здесь у меня охлажденка после заморозки. Это я прям так купила. И в ленте вот этот кусок стоит намного дороже, чем вот этот. Сейчас буду пробовать, есть ли разница. Я посолила, поперчила немножко, и вот сейчас еще перец с лимонным ароматом вот в конце. Вот сейчас вот посыплю, и мне кажется, все заиграет другими красочками. Приятного аппетитка. Привет. Хотела сказать, ну что, мои хорошие, вчерашний день отформатирован. А вчера у меня вообще просто жесть день был. У меня давно не было такого безумно злого дня. Вот что я чувствовала, это я чувствовала злость целый день. Это просто ужасно, это ужасное чувство. Кто-то вот часто себя вообще злым чувствует. Ну просто есть люди такие по жизни, они вот злятся на все, да. У меня просто реально это так редко. И вот вчера был такой день, я была всем недовольна. Мне казалось, весь день против меня. Любая ситуация какая-то оборачивается, ну, может, конечно, ты уже акцентируешь на это внимание, но такое ощущение, что вот каждая ситуация против тебя. Я даже не буду перечислять, девчонки, что вчера было, всякого всего. Ну вот куда бы я ни пошла, везде что-то не так, кого-то приходится ждать. С документами что-то происходит, нужно все переделывать. Я не знаю, ну, с кем ты договариваешься, люди что-то не выполняют. Да, ты не успеваешь ничего, ты устала, ты хочешь есть, ты хочешь спать, ты не выспалась. Ты хочешь в туалет сходить негде. Ребенок вдруг в этот день становится более внимательным к тебе. То есть он у меня обычно сам по себе, да, а то он просто вот тут мама на ручке, мама на ручке, мама на ручке. Когда ты злишься, ты ежик, ты вообще, тебе нужно, чтобы тебя никто не трогал, да. И все началось вообще вот с самого утра. Я выпила кофе, который мне не нравится. То есть был кофе, который не удовлетворил меня. Я выпила одну кружку. Мне кажется, я не проснулась и не выспалась. Кстати, надо посмотреть по приложению с моими часами, как я там спала вообще. Мил, ну что ты начинаешь? Вот зашла и давай меня учить мне тут. Вчера я легла в час ночи где-то. Не в час, все-таки в два легла. Но проснулась я, девочки, в одиннадцать. Я вроде бы выспалась. Мне никто не мешал. Данечка проснулся, обнимал меня так-сяк. Потом сам встал, сделал дела, которые ему нужны. Вот. И взял планшет и, в общем, ждал меня. Я проснулась, сделала ему кашу, и он поел. И все спокойненько вроде бы. Встала, вроде все идет по плану. Взвесилась. 56,700 вешу. Короче, я держу вес. 57, 56,700. Это не мой вес. Мой вес 54,5. Вот идеальный. 54,54, 54,5. И если занимаешься, то все, мышца сразу наливается. Все замечательно. Ну вот я поднабрала. Сейчас вот это у меня стресс на стрессе. Вчера, кстати... Не, ну сейчас я уже меньше сладкого ем. Я вчера купила этот рулет настоящий. Яблочный наконец-таки появился. А в ленте. И, что вы думаете, я съела всего лишь два кусочка. А вот буквально несколько дней назад я за вечер схомячила весь такой рулет. И, конечно же, большое достижение, что мне не стало влазить больше. И вечером я рыбки поела, да. А не мясо там какого-то или чего-то жирного. Просто рыбка на пару с картошечкой совсем чуть-чуть. Вот. Не знаю. Сегодня буду стараться тоже много ходить. Постараюсь. Немного есть, но полезно, да. И сейчас я сделаю себе кофе, и день должен задаться. Но он уже задался неплохо. Я надеюсь, что он пробудет таким. Потому что вчера мне хотелось реально... Вот вчера, если бы не эти дела и не поездки, я бы просто, девочки, легла, обложилась вкусняшками. Потому что когда у меня стресс, мне хочется себя чем-то вкусненьким таким порадовать, позапихать себе шоколадки всякие, сладкие, да. Там что-нибудь вкусненькое попить. И что-нибудь интересненькое посмотреть. Кстати, вчера смотрела... Ну, я смотрю уже в этом... В приложении, да, шоу-танцы. Последний сезон, вот этот у них, третий выпуск. И там в конце танцевал парень. Танцевал хорошо. Посмотрите. Кто не смотрел, вот этот последний танец. Он прям хороший. Я просто не хочу украсть впечатления. Посмотрите, мне интересно. Напишите в комментариях, кто смотрел этот вот в третьем выпуске последнего сезона. Парень танцевал танец для мамы. Пожалуйста. Мне кажется, я за этого парня буду болеть. И голосовать. Мне он понравился. Как танцор. И энергетика. Вот, вот, хорошая. Вот именно танцы, мне кажется, очень круто. Так. Что-что-что-что еще? А, и вот, я бы лежала, короче, бы ела эти вкусняшки и заснула бы вообще очень рано. И меня вообще лучше не трогать. Потому что, ну, мне кажется, я себе подпортила вчера карму. Просто вот своими нервами, какими-то высказываниями, находясь там рядом с людьми, просто нервничая, психуя. Не говорю уже о своем любимом, близких людях, которые рядом со мной в этот момент были. Я просто, я знаю, что надо держаться подальше от них в этот момент. И я бы держалась, но возможности не было. Мне приходилось выходить и делать дела. И все эти дела меня накаляли. Ладно, не будем о плохом. А, еще что вчера произошло, у меня две карточки почему-то начали выпендриваться. И мне пришлось отформатировать обе карты на двух моих гаджетах, вот здесь. А я записывала здесь для вас видео, девочки, поход в фикс-прайс. Я записала все новинки в фикс-прайсе, которые были с двух магазинов. И мне пришлось отформатировать их. Я не знаю, уже сама себе всегда говорю, что нужно сразу прийти и перекинуть все, а не оставлять ничего на карточке. Ну вот, забыла перекинуть и оставила на карточке. Слава богу, что влог смонтировала на 58 минут. Представляете, если бы я его отформатировала, я бы расстроилась. Ну ладно, начинаем новый влог, пошла делать кофе. У-у-у! А, кстати, рыба вчера, рыба вчера. Короче, та, которая... На самом деле они одинаково вкусные обе. Но та, которая была не замороженная, она, конечно, более нежная. И там куски какие-то более такие толстые. Ну, то есть она прям вот прям вот прям ням-нямки, да? Нежная такая вся такая прям... Ну, классная. Та, которая замороженная, она тоже и нежная, и классная. Ну, кусочки немного поменьше. Но я думаю, что нет смысла особо переплачивать, если честно, правда. Я не знаю, сказала я об этом вчера или нет. Все, пошла. Так, у меня здесь есть... Я сделала кофе, кстати, пью, уже тут попела в Инстаграм, песню записала, которая мне вообще очень безумно зашла. У меня здесь отгрызанных хлебушек есть. Это я взяла тостер новый. Он с кусочками шоколада, и он сладенький, девочки. Я хочу попробовать его в тостер засунуть. Я надеюсь, у меня сейчас шоколад там не поплавится. Я очень надеюсь. Но мне, честно говоря, хочется попробовать. Вдруг они будут хрустящие такие, знаете, и... А, еще и с шоколадом. Ну, я надеюсь, что мне не придется там как-то все это вымывать потом. Я, кстати, не знаю, что бы я делала без тостера. Правда, это просто вот завтрак без проблем. Гости у тебя. Это такие вкусные бутерброды, просто салатик, то-се. У меня теперь вот на бутерброды всегда все есть. Вечером перекус легкий, вкусный. Вот сейчас сладенькое попробую сделать. Вообще, чего я без тостера сделала? Причем такой, знаете, маленький, легенький и кайфный. Если хотите, я оставлю ссылку под видео, где я брала. Ну вот. Закажете, если что. Так, вышли они. Слушайте, ну, шоколад не потаял. Хрустященькие. Сейчас попробую. Балдежь просто. Я не знаю, с чем сравнить. Крутотня. Денечка, зайчик, чистит у нас ей яйца. Я не очень люблю яйца чистить. Вот Деню попросила. Сюда, говорю, чистишь корочки, сюда яички клади. Два маме, два тебе. Да, День? Да. Чисти. Шоколада наел. Давай. Потом мама пойдет купаться, а потом поедем мы с тобой заниматься. Ну что, мои хорошие, я в попыхах собираюсь. Варю макароны. Вот уже сварились почти. Пробуем. Я уже и накрасилась, и оделась, и Деньку одела. О, макароны готовы? Готово. Все, выбегаем сейчас на развивашки, распускаю волосы, покажу, какой объемчик. Так, ну что, крошки, вот она я, вся такая в попыхах. Вот такая причесочка у меня. Такой объемчик на голове я сегодня сделала укладочку сама. Посмотрим, как надолго ее хватит, как она будет держаться. Сейчас мне все очень нравится. Одела платьица вот эта легенькая, вот кроссовочки. И бегу, Денька идет заниматься. Ну что, мои хорошие, мы выехали. Как видите, объемчик у меня такой на голове. Укладочка. Конец, да, Силен, начало укладываться. Ну, надеюсь, я с этой причесочкой будет желание у меня больше укладываться. Потому что, если просто посушить, оно не айс. И оно как бы само просится, и не так много времени занимает. Ну, вот эта укладка много времени у меня заняла. Я еще попробую, когда наскоряк совсем не надо, я попробую просто уложиться на фен, как я укладываюсь. Посмотрим, что будет. Вот. Ну, в любом случае, эту прическу надо, мне кажется, укладывать. Совсем без укладки. Ну, я как-нибудь попробую, конечно. Мне кажется, совсем без укладки будет не айс. Вот. И сейчас мы уже едем. И почему-то пробка. Я хорошо раньше выехала. Я выехала прямо в половину. Обычно я без 15 выезжаю и лечу. Но до этого не было пробок. Мы в пятницу в прошлый раз ездили. А сейчас у нас вторник. Ну, вроде пятница, вторник, будний день. Не должны сильно отличаться. Ну... Вот. Так. Ладно. Едем. Настроение хорошее. Все хорошо. Ну, меня безумно накаляет спешить. Вот. Когда я спешить начинаю, все, короче. Мне кажется, это... День начинает зашкваривать. Мне нельзя спешить. Мне всегда лучше заранее выходить, чтобы все было спокойно. Так. Ну, что вы приехали достаточно быстро. Касы, там кусочек маленький был с пробкой. Сейчас без 10 минут. Сейчас пойдем пока соберемся. Пока оплатим абонементы. Я сейчас ехала и думала, кстати, как нам сделать. Я понимаю, что сюда он не будет долго ходить. Потому что... Ну, вообще, короче, я так все посчитала. Дебет, из кредит, там все дела. Тра-та-та. Короче, походим мы сюда. Пока погода еще хорошая. Потому что здесь, видите, такие дворы маленькие, узенькие. И когда здесь будет уже зима, лед, все дела, мне кажется, сюда будет очень проблематично заезжать, парковаться. Места и так мало. А когда снег и так далее, места становится еще меньше. Особенно, если не убирают как следует. Вот. Поэтому я думаю, что пока снега нет, такое все, мы сюда походим вот пару месяцев. Прям конкретные тут моменты есть. Преподобатель есть, психолог. Вот я хочу там тоже у них курс пройти. Вот. Короче, ну, детский психолог, да. Вот все такое. В общем, максимально возьму от этого места, сколько я смогу взять, и все. Сейчас пойдем, зайчик. В общем, максимально хочу взять от этого места, что я могу взять, потому что здесь реально круто. Может быть, на самооборону мы еще останемся здесь ходить. Вот. И потом буду решать уже с садиком. Либо тот, который откроется, будем ходить, либо вернемся в тот, который ходили. Такие два. Ну, все, пойдем. Так, ну что, полчаса идут занятия. Я сижу, жду. Даник сначала хотел меня опять затащить. Я ему говорю, я сейчас приду. И все, уже затянула Оксана. Это их, кто занимается. Затянула в игры всякие. Дверь закрыта. Но я слышу, как они занимаются. И, блин, так хочется подснять. Но я думаю, сейчас открою двери, увидят меня. И все. И сразу мамочка, мамочка. Пусть там самостоятельно с детками уже это развлекаются. Сейчас это зашла девушка узнать про вот эти айкидо, которые здесь занятия. Вот. И администратор занимается с ними пока. Я сижу же здесь, жду. Ну, она как бы хозяйка, она администратор здесь. И она вот главные всякие занятия ведет. Вот. Я здесь сижу и такая заместила администратора. И она как раз узнала про вот эти вот айкидо. Я ей все рассказала. В какое время проходит. Сколько стоит. Вот. Наш опыт рассказала. Как вот мы там разовые посещения. Ну, короче. Она такая там довольна. Ушла. Говорит, ой, приду в понедельник или в четверг. Так интересно. Типа мальчик у нее ходит на танцы. Ну, скоро пять лет будет. И просится сам на какие-то вот такие спортивные. Силовые, видимо, занятия с пацаном-мами. Я, в общем, все ей рассказала. И чувствую себя администратором. Вообще, я бы была хорошим администратором. Я знаю мне эти все задатки. Ну, я и работала. Хостес, администратор. Там все-все на свете делала. Я люблю даже это. Вот человек пришел с вопросом. А ушел без вопросов. Я люблю ясность уносить людям, информацию давать какую-то. И они такие удовлетворенные уходят. Кайфанула прям. Все, закончили. Сейчас Денька будет выбегать. А это что, Маша? Показывай маме. Ты красиво нарисовал? Ну-ка, показывай маме что-то. Ух ты! И змейку раскрасил сам. Вот смотрите, что у меня. Ой, у тебя тоже красивая елочка. Молодец. Смотри, День, сколько у тебя всего рисунков. Много всего. Смотрите, вот это домашнее задание. Вот это только я с ним рука в руке, потому что надо руку ставить. Он берет кулачком. Да, я ему все время делаю тоже там. И он, вот все остальное, вот это и вот это все сам. Ой, ты моя умничка. Значит, вот здесь, здесь логика. Здесь надо найти фигуру. И этот сектор раскрасить определенного цвета, который я говорила. Ну что, мои хорошие, мы уже все дома. Я уже покушала, Деньку накормила. Денька развлекается. Прическа моя целиковая. Все хожу, не могу понять, вот как-то. Не могу понять. Наслаждаюсь, привыкаю к чему-то новому. Но мне нравится объемчик, нравится вот это вот хаусито на голове. Меня прикалывает. Я сегодня еще так накрасилась. Смотрите, обычно я румяна не рисую. А в этот раз, видите, нарисовала румянчики. Какая-то прям куколка получилась. Вот, сейчас Деньку буду уже укладывать спать. Милка тут вот она, кошечка моя маленькая. Вот, я уже и поела. Забыла, что я вчера делала рыбу, представляете? И сварила себе сосиски. И поела макароны с сосисками. Хотя рыба с картошкой стоит в холодильнике вообще. Ну ладно, завтра уже позавтракаю. Будем в общем укладываться. Фух. Девочки, уложила Деньку. Время уже 12 часов. Но я пока укладывала его. Я смотрела сериал этот Эйфория. Досматриваю, что он долго у меня заходит. Вот, шестую серию только смотрю. Постирала сейчас два захода. И забыла уже, спрашивала я у вас или нет, почему на одежде появляются пятна после стирки. Вот, закинула я белую футболку. Вытаскиваю у нее какие-то пятна. И уже не первая футболка так. И сейчас я ее второй раз постирала уже вроде с отбеливающими всякими средствами. Но все равно пятна на месте. Что мне выбрасывать теперь? Не понимаю вообще. Футболка хорошая. Бред какой-то. Не понимаю. Забыла, короче, что вы там писали. Надо будет в интернете поискать. Почему появляются пятна после стирки. Прям такие маленькие, знаете, пятнышки. Вот. Что еще? Что еще? Что еще я собираюсь делать? Сейчас надо видео монтировать, наверное. Не знаю, может этот влог начать монтировать. В общем, сегодня хорошо провели время. Занятия по самообороне, наверное, отменятся у нас через день. Завтра у нас выходной, по идее. Ну, я собиралась поездить, покататься. С Денькой подумала сегодня, может быть, в кино с ним сходить. Мы с ним ходили однажды в кино, но он половину фильма просидел. Даже не половину, чуть меньше. А потом я ему дала три кота, и он их смотрел тихонько. А мы смотрели фильм. Причем детский был какой-то фильм. Ну, не знаю, сейчас он более включен. Вот сегодня мы на ночь с ним почитали всякие там скороговорочки на ночь. Ну, пообщались, сказки почитали. И он как никогда сидел, смотрел, никуда не убегал. Все повторял, называл. Он, мне кажется, у меня все буквы знают уже. Пока я ему дала это приложение с игрушкой, он уже все буквы знает. И когда он приходит в развивашку, раз-раз буквы называют все. Но сейчас, во всяком случае, там было написано «ладушки». Ладушки или топотушки, что-то такое. Он мне каждую букву называл. А вот это «Г», а вот это «Д». И говорю, молодец, все буквы знают. В общем, растет не по дням, по часам. Еще нет четырех, но я так знала, что где-то к четырем он у меня начнет прям болтать-болтать. И вот сейчас уже, мне кажется, знаете, со дня на день. Вот каждый день, каждый день он выдает что-то новое. Каждый день он все больше и больше меня удивляет. В общем-то, все хорошо, все замечательно. Сейчас пойду умываться, монтировать видео и ложиться спать. Я сегодня выспалась так хорошо. Надо повторить этот момент, чтобы я не была с утра раздраженная. Так что спокойной ночи вам. Субтитры сделал DimaTorzok